Нацгвардия на границе с Мексикой. Неужели власти США остановят прием беженцев? Кто и как может отправить в иммиграционную службу жалобу на фейковые дела? В аэропорту Бостона живут нелегальные иммигранты. И стоит ли выезжать из страны в ожидании грин-карты? В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Бюро. Здесь мы обсуждаем только самые важные и актуальные проблемы иммиграции, ну и, конечно, вопросов у иммигрантов, как обычно, много. Поэтому не тратим время зря. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. А еще напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, ну и какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Ну а мы начинаем. Начинаем, как обычно, с новостей. Итак, Верховный суд разрешил федеральным властям убрать колючую проволоку вдоль южной границы. Решение о защите штата Техас принимал лично губернатор Грег Эбботт. Напомню, что ранее суд низшей инстанции запретил федеральным властям убирать это заграждение. Также мы уже рассказывали, что администрация Джо Байдена неоднократно заявляла о незаконности установки проволоки и других заграждений, которые препятствуют пограничникам принимать беженцев. В свою очередь, власти Техаса во главе с губернатором уверены, что проволока нужна для простых целей. Таким образом, нелегальные иммигранты с трудом могут оказаться на территории США. Ну вот, как стало известно, главы 25 красных штатов, кроме республиканца Фила Скотта, губернатора Вермонта, подписали совместное заявление в поддержку губернатора Техаса Грега Эббота. В нем утверждается, что Техас имеет конституционное право на самооборону во время кризиса иммигрантов. Это была цитата. Ну а в аэропорту Бостона нелегальные иммигранты спят прямо на полу. Десятки семей-просители убежища разбили там настоящий лагерь. Вместо всего в терминале сейчас живет более 100 человек, в том числе маленькие дети. Местные власти не могут подыскать им жилье на территории штата. Губернатор обратилась к федеральному правительству с просьбой выделить дополнительно 250 миллионов долларов для преодоления иммиграционного кризиса. Но пока от администрации Байдена ответа не было. Тем временем иммиграционная служба США расширила перечень обстоятельств, которые могут оправдать просрочку статуса по рабочей визе в глазах государственных органах. Но вот эти причины теперь будут считаться уважительными, если вы вовремя не подали запрос на продление пребывания в США или изменение вашего статуса. Но вот обычно в иммиграционной службе не одобряют продление пребывания или изменение статуса для тех, кто просрочил свой законный статус в Америке. Но вот есть исключения. Например, задержка произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, но не зависящих от человека. И вот теперь к этому списку одна из новостей о уважительных причин добавили трудовые споры и остановку работы по независящим от иностранца причинам. Это касается иностранцев, работающих в США на временных работах по неиммиграционным визам. Ну а сегодня многие иностранцы, которые находятся в Соединенных Штатах и рискуют потерять свой статус, не знают, что же делать в разных ситуациях. Как не потерять этот статус, находясь в США и не стать нелегалом? Об этом и многом другом прямо сейчас поговорим. К нам присоединяется иммиграционный адвокат Игорь Волошин. Игорь, здравствуйте. Добрый день, Дейс. Да, спасибо огромное, что присоединились. Вот сейчас речь шла о тех людях, которые хотят продлить рабочую визу и боятся оказаться вот в таком нелегальном статусе. Что бы вы им посоветовали? Какие еще есть способы, чтобы все-таки не нарушать закон? Во-первых, я бы посоветовал подавать все петиции на продление рабочих виз и изменение статуса достаточно рано. То есть не ждать до последней минуты. Мы всегда даем совет нашим клиентам, которые пытаются продлить свою H1 или H2B визу по два документа не позже, чем за 90 дней до стечения их визы. Также вы должны работать очень близко со своим работодателем и с отделом кадров, которые сертифицируют документы и подписывают петицию на продление вашей иммиграционной визы в качестве работника. Эти органы и эти отделы вашего работодателя обязаны предоставить вам информацию достаточно рано, чтобы вы не имели вот этого периода, этого гэпа, как говорят, между вашей нынешней визой и подачей на продление. Если всё-таки вы стали человеком, который попал в некие трудовые споры и стали жертвом обстоятельств, скажем, спорами между профсоюзом и вашим работодателем, тогда отдел кадров, что и описано в новом указе от иммиграционной службы, вам предоставит специальный документ, бумагу, который пояснит, что подача ваших документов было позже, чем надо, не по причине вашей, не потому что вы просрочили что-то, и не было возможности контроля самоработодателя, а то, что покажет и посвидетельствует тому, что компания, ваш работодатель стал неким жертвой договоров, обстоятельств, да, которые сложились. Обстоятельств между ним и профсоюзом. Да, спасибо большое. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях, ну и, конечно же, дождитесь сегодня ответов иммиграционного адвоката на ваши вопросы, которые вы нам отправили заранее. Ну и также вот в редакцию YouTube-канала Бюро обратился россиянин Александр Ичменёв. 1 марта прошлого года из-за преследований в России Александр и его мама перешли границу с Мексикой. Сейчас они находятся в Нью-Йорке. Иммигрант отправил нам два видео-вопроса. И вот первый касается возможности объединения дел по убежищу. Давайте послушаем этот вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Спасибо, Денис, за вашу работу. Хотел бы задать вопрос иммиграционному адвокату. На последнем мастер-суде судья мне объяснил, что я могу объединить свой кейс и мамин кейс в один единый кейс. Мне интересно, какую мотивировку лучше использовать, чтобы судья одобрила это ходатайство. Спасибо. Да, Игорь, вот такой вот вопрос объединения кейсов. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Что бы вы посоветовали Александру? Я бы посоветовал всё-таки это сделать, потому что, в конце концов, вопрос возникает о разделении ресурсов, которые используются как база поддержки и подкрепления его кейсов. И, естественно, если кейс имеет, как называют, один нюклеис, один центр, одну тему, одну мотивацию на политику, допустим, если угроза, которая состоит Александру, та же самая, которая состоит его матери, если они были под одним и тем же, той же угрозой, тогда есть смысл соединить кейсы, потому что они могут использовать одного эксперта, они могут нанять одного переводчика, они могут всё-таки разделить какие-то документы, которые касаются их двоих. Это намного дешевле. И в то же самое время это мотивирует судью рассматривать вопрос один раз. Они оба могут давать свои показания, выступать в суде и свидетельствовать. Но это сохраняет значительно много времени для судебного процесса и не откладывает их дело на многие годы. Суд мотивирован соединить дела, потому что два человека соединяются в один кейс и сохраняют много времени и для себя, и для Министерства внутренней безопасности. Поэтому если у них причина на кейс одна и та же, и они, вероятно, будут использовать тех же экспертов, тех же свидетелей, я бы рекомендовал всё-таки это сделать. Да, и уточняющий вопрос. Каким образом можно соединить? То есть могут они без адвоката это сделать, соединить свои дела? Опять же, любой человек, который представлен перед иммиграционным судьёй, имеет право для того, чтобы представлять себя самому. Но, опять же, я этого не советую. И это дело не в целях того, чтобы, скажем, мотивировать работу для себя и своих коллег, а тем, что есть очень много разных правил. Но право остаётся у Александра представлять себя самому. Как это делается? Есть специальная петиция, называется Motion to Consolidate или запрос иммиграционного суда «Соединить дела». Motion to Consolidate. И когда эта Motion подаётся, два A-номера прикладываются вместе и показывают, что мы являемся родственниками. У нас кейс возрастает из одной и той же точки, те же причины. И это сохранит время и ресурсы и нам, и суду, и представителю Министерства безопасности. И подаётся эта петиция одному из судей, если у них суды разные. И в большинстве случаев суды соединены. Спасибо огромное. Ну вот второй вопрос Александра, он касается документов, которые пограничники забрали у него и его матери на границе. Это обычная такая практика, как я понимаю. Ну давайте послушаем, что же это за вопрос. И в догонку второй вопрос. Как достучаться до айс-офицеров, которые изъяли у нас на границе с Анна Сидро паспорта, паспорта, что нам не нужны копии паспортов. Нам нужны именно паспорта, чтобы сделать документы. Поскольку у моей мамы до сих пор, кроме чудом сделанной Нью-Йорком Айди, больше никаких документов нет. Для меня это очень важно, сделать эти документы. Что именно, как их заставить, чтобы они там дали документы, наши паспорта. Спасибо. Да, Игорь, пожалуйста, наверняка тоже вы сталкивались с такой проблемой. В практике, я отвечу кратко, попытаюсь. В практике это невозможно сделать, потому что Александр и его мама были выпущены, вероятно, под условиями, под паролью. И условия поставили для них представители Министерства внутренней безопасности и службы Айс. То есть условия их возможности находиться не в детеншене, а на свободе под условиями, которые им выдала иммиграционная служба. И эти условия в любой момент могут быть изъяты и их могут вернуть в детеншен. Поэтому забирают паспорта иммиграционная служба и Министерства внутренней безопасности для того, чтобы убедиться в том, что если будет вынесен ордер депортации против них, они могут быстро и скоро быть отправлены обратно домой. Потому что, как вы понимаете, Денис, в многих случаях люди ищут варианты, как это предварить. То есть они теряют паспорта или паспорта на самом деле у них кто-то забирает, или их могут обокрасть. И тогда что должна сделать иммиграционная служба? Обратиться в посольство, подача на политику и запросить справку о возврате или паспорте. И в этом их на самом деле высветить. А что если на самом деле у них угроза? Тогда поэтому миграционная служба забирает паспорт для того, чтобы убедить себя в том, что они могут быть эффективны и быстро депортированы. В моём опыте за последние 15 лет практики никогда не было успешного варианта забрать паспорт и получить его на руки во время текущего процесса депортации. Только после вынесения последнего финального решения. И если, естественно, это решение в их пользу. Тогда есть методы запросить эти документы. Но, увы, очень часто в моём опыте эти документы больше никогда не могут быть наняты иммиграционной службой. Они или утеряны, или уничтожены. И люди на самом деле остаются без паспортов и дожидаются своего американского гражданства для того, чтобы получить полноценный документ для выезда. Или ездят с паспортом беженцам. Поэтому, увы, в практике их заставить это сделать, пока они в процессе депортации, в моём опыте, не было. Да, спасибо огромное за этот ответ. Напомню, что вопросы вы можете также задавать те, кто нас смотрит в комментариях к этому видео. Спасибо огромное всем за лайки. Спасибо, что смотрите YouTube-канал, нашу рубрику об иммиграции. Ну и ещё одна новость, Игорь, а потом мы перейдём к ответам на вопросы, которые нам прислали подписчики заранее. Итак, в Чикаго известный бизнесмен решил приютить нелегалов в своём строящемся здании. Таким образом, Крис Аматор решил спасти людей от холода. В Чикаго сейчас минусовая температура, и вот в интернете появились кадры, на которых десятки иммигрантов пытаются пробраться в здание. Кто-то сначала предположил, что это нелегалы пытаются захватить строение и приспособить его под убежище. Но вскоре выяснилось, что бизнесмен довольно вот так вот добровольно решил помочь иммигрантам. В общем, бывают и такие истории. Ну что ж, переходим к нашему блоку ответов на ваши вопросы. Итак, первый вопрос у нас от Юлии. Она спрашивает, если получить Tax ID, находясь в Америке по туристической визе, через некоторое время подать на студенческую визу, находясь на территории, например, Нью-Йорка, может ли это помешать получению визы? Если можете, поясните, о чём идёт речь. Я предполагаю, что человек находится, Юлия здесь находится в статусе туриста или другой какой-то иной туристичной визы, не иммиграционной. Значит, виза, которая не предоставляет возможность на постоянное место жительства. И если виза и категория, в которой она сегодня находится, не предусматривает собой возможность получить разрешение на работу и номер социальной защиты, это означает, что эта виза не позволяет возможности здесь легально работать. Получив Tax ID, человек это может делать только по одной причине. Одной. Нет никакой другой причины. Это для того, чтобы платить налоговые отчёты, чтобы их подавать и платить. А налоги предполагаются платить только на заработанную зарплату. И поэтому, если человек получает Tax ID и потом подаёт на визу студенческую, и об этом узнаёт иммиграционная служба, тогда вероятно, что они будут предполагать, что Юлия нарушала визовой режим и работала здесь, и подавала налоги на зарплату, которую она получала. Единственное, и могут отказать, и могут, естественно, поставить в процесс депортации. Единственное исключение от этого – это если она получает какие-то дивиденды или какой-то доход дополнительный, который не является зарплатой. И такие варианты есть. Бывают сделки продажи недвижимости, бывают дивиденды от компании, где она учредитель. Но перед тем, как это делать, я бы тщательно проконсультировался с иммиграционным адвокатом о том, или будет этот Tax ID считаться методом оплатить налоги на зарплату, которая не предусмотрена законом, и которая, вероятно, её заставит нарушить её нынешний визовой режим. Спасибо огромное, Игорь. Следующий вопрос у нас от нашей подписчицы Ева. Он касается тех, кто переходит границу с Мексикой. И вот она просит, пожалуйста, объясните, люди незаконно, пересекающие границу, и что это за статус? И те, кто перешёл по приложению CBP-1, о котором мы с вами здесь неоднократно говорили. Каков их статус? Если через приложение ты перешёл, ты всё-таки это сделал законно, попал на территорию США или нет? Мы, кажется, даже немножко обсуждали эту тему, но вот давайте проясним ситуацию. Да, эту тему мы обсуждали, конечно, в прошлых эфирах. Поясню кратко. Человек, который перешёл через приложение CBP-1, является иностранцем, прибывшим на границу или на контрольно-проходной пункт, также который знает, как КПП. Это человек, который представил себя на границе пограничникам и представителям Министерства внутренней безопасности, и попросил въехать сюда в целях какой-то гуманитарной цели. Эти люди пересекли границу легально. И, пожалуйста, никому не давайте возможности вас убедить в обратном. Им позволили в Соединённые Штаты пересечь границу на основе гуманитарного пароля. Если бы считали, что этого гуманитарного пароля нету или нету причины, их бы не пустили. Они пересекли легально. У них просто не было до момента пересечения документов, позволяющие им прилететь сюда через аэропорт, скажем, или въехать по грин-карте или доказательствам гражданства. Но они пересекли легально. Контраст с теми, которые пересекли границу издали представителями иммиграционной службы или Министерства внутренней безопасности. Эти люди пересекли границу нелегально, то есть несанкционно. Они нарушили территориальную границу Соединённых Штатов. Они являются present aliens или иностранцы, пересёкшие границу. И они также могут претендовать на многие льготы, которые иная группа может претендовать. Но они пересекли границу нелегально. И так они уже находятся на территории Америки. С ними нужно что-то делать. То есть их нужно или выдворять из страны, или предоставить им возможность мотивировать на то, чтобы здесь остаться. И так как мы, как любой человек на территории Америки, любой, не будучи гражданином даже, имеет право на процессуальный процесс и на право предстать перед эмиграционным судьёй и предоставить гуманитарную причину на политическое обережье, увы, как хотели бы, может быть, сторонники Трампа или людей, которые закликали границу, их невозможно просто взять и сразу перекинуть обратно в Мексику. Что и происходит иногда, но не всегда. И если человек сказал такое волшебное слово, ассайлом, и он просит его, тогда на самом деле это нарушение нарушение федерального законодательства просто его взять и вернуть обратно в ту страну, где ему угрожает опасность. И поэтому их должны поставить в процесс, но они не могут квалифицировать на многие льготы, такие как разрешение на работу сразу или воссоединение семьи, как те, которые пришли через IP-1. Спасибо огромное за разъяснение. Следующий вопрос от Ларисы, уроженки Украины. Вот она выехала в Польшу после начала войны. Там она познакомилась с гражданином Беларуси. Живут они вместе, не расписаны официально. Может ли она забрать этого молодого человека по программе You4You с собой, с учетом, что она была на территории Украины на 11 февраля 22-го года, а он там не был, ну то есть рядом с ней. Да, популярный вопрос, который мы получаем очень часто в нашем офисе, в нашей конторе. Вы знаете, теоретически написано указ на You4You таким путем, что супруги это являются те люди, которые не обязательны, они могут быть гражданскими, скажем, гражданскими супругами. Они могут быть просто, я бы сказал, в гражданском браке. Но из-за того, что очень много людей после начала полномасштабной войны в Украине в 22-м году попытались пересечь границу, будучи молодоженами, вот война началась, они сразу расписались. Может быть, эти люди жили вместе 5 лет до этого, но не было нужды иметь штаб в паспорте, а потом война заставила это сделать, чтобы вместе пересечь. У них даже иногда будут дети. они расписывались и пересекали границу. И, увы, это позволило очень многим мошенникам использовать этот метод выехать. И поэтому теоретически у них есть возможность претендовать на You4You и привезти своего супруга, но в практике я очень редко в последнее время вижу, что это получается. Потому что мотивация всегда будет объяснение иммиграционной службы, что это был брак авантюрой. И будет очень тяжело наказать и, вероятно, невозможно перед выдачей документов, что это было не сделано для выезда. Пробовать они могут, но они должны ожидать исходы не всегда позитивные. Да, спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос касается просителя убежища. Вот девушка пишет, что делать, если заканчивается срок формы Ай-94, как её продлить, чтобы также продлить разрешение на работу и удостоверение личности, Ай-Ди? Форму Ай-94 продлить невозможно, потому что форма Ай-94 даёт сюда, в Америке, возможность находиться в каком-то конкретном статусе, в какой-то конкретный период, который решила иммиграционная служба. То есть для того, чтобы продлить форму Ай-94, это значит, сложно продлить статус. Если у нашего зрителя статус является, скажем, пароль, она не продлевается. Нужно в течение этой пароли принять какие-то действия для того, чтобы или поменять статус, или претендовать на очередной статус, скажем, политика. Если они приехали как, допустим, туристы или студенты, то если в течение формы Ай-94 нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы или поменять статус, или продлить статус. То есть подать на продление туристической визы или студенческой визы. Спасибо большое. Да, потому что многие не понимают, как действуют сроки вот этих форм различных. Спасибо большое. Следующий вопрос от Виктории. Нам пришел, правда, Виктория спрашивает про свою знакомую. Вопрос на самом деле очень интересный. Он касается фиктивного брака и вообще тема такая интересная и на ней мы заострим немного больше внимания. Но давайте от Виктории вопрос. Моя знакомая сделала фиктивный брак с американцем, прошла первое интервью и получила грин-карту на два года, но ее недоброжелатели позвонили в иммиграционную службу и рассказали об этом. Теперь моя знакомая переживает и не знает, что делать. Пожалуйста, расскажите, что теперь будет с ней, что ей ожидать и вообще такая служба как иммиграционная. Что она будет делать? Она сможет проверить эти доносы? Заранее огромное спасибо. Еще забыла, Виктория пишет, что моей знакомой этот недоброжелатель в открытую сказал, что сообщил о ее мошенничестве в эту службу. Ну, давайте сначала начнем от того, что фиктивные браки это не просто неприятный период, неприятные события. это нарушение федерального законодательства, которое подвергает человека к уголовной ответственности и также к достаточно серьезному финансовому штрафу. То есть штраф на самом деле может быть если не ошибаюсь не менее до 50 тысяч долларов и срок в тюрьме может быть до 5 лет. Поэтому фиктивные браки это нелегально, это нарушение уголовного законодательства и человек который вступил в фиктивный брак это значит ее американский муж который на нее подвергается уголовной ответственности если будет доказано что брак был фиктивный. Что грозит ей? Вероятно ей грозит отказ во второй грин-карте инициация вероятно процесса депортации то есть ей условия с грин-карты не снимут и она будет отправлена в иммиграционный суд для решения ее судьбы для пересмотрения ее дела по новому иммиграционному судью это во-первых если будет веский доказательство что брак был фиктивный будут также вероятно решения офицера и судей что это было нарушение под 4 статьей С американского иммиграционного законодательства которое говорили что это был фиктивный если будет вынесено это решение она потеряет возможность претендовать на любые иммиграционные льготы на территории Америки потому что включая очередной брак который она вероятно захочет и попытается заключить поэтому если это является так как оно есть тогда мой совет буквально сейчас же звонить иммиграционному адвокату и консультироваться о том как она может избежать дальнейших серьезных обстоятельств теперь иммиграционная служба тщательно проверяет вещи и доносы будет ли возможность у нее ознакомиться с ними вероятно в административном процессе наверное нет так как мы имеем процессуальное право на территории Америки и любой обвинитель обязан быть предоставить информацию любые обвинения обязаны быть предоставлены человеку то есть здесь не Северная Корея и могу сказать не Российская Федерация где тебя могут в чем-то обвинить без доказательств то есть со временем если она будет бороться с этими обвинениями она конечно может получить доступ к этим доносам но не на уровне иммиграционной службы и не в административном процессе Игорь очень важный вопрос про который я сказал в иммиграционную службу могут обратиться люди я не знаю иммигранты ну в принципе те кто находятся в Соединенные Штаты с каким-то доносом ну или жалобой если можно так сказать на какого-то определенного человека который к примеру получает убежище в Америке то есть вот этот вот человек который пишет жалобу он утверждает о том что дело этого иммигранта оно фейковое то есть там много неправды и так далее и так далее может быть вы даже с этим сталкивались то есть имеет ли право человек подать такую жалобу как это может быть происходит иммиграционная служба вообще принимает такие жалобы и будет потом проводить проверку или такого в принципе института нет то есть такой процедуры не существует в Америке чтобы на кого-то настучать не знаю там правда это неправда но в любом случае есть ли такая возможность она Денис она абсолютно существует она мало того что существует она еще очень доступна то есть прямо на страничке иммиграционной службы и министерства внутренней безопасности и Айса в этом же в этой же категории есть специальная страница о анонимных доносах и они просят они рекламируют эту информацию что если у вас есть информация касающаяся какого-то нарушения законодательства мошенничества или фиктивных кейсов пожалуйста предоставьте информацию и люди даже не обязаны предоставить свое имя теперь если эта информация доходит и она достаточно детальная в моем опыте ко мне ко мне обращался клиент на которого сделали донос включая его номер его адрес имя его супруг информацию о их интимной жизни то есть человек который был очень близок к ним когда у человека есть такая информация однозначно это поднимет интерес возбудит интерес против этого человека и иммиграционная служба возьмет эту информацию и любыми методами положит к нему в папочку и когда в очередной раз человек обратится в направление грин карты или подача на гражданство или скажем документа о выезде этот вопрос возникнет теперь это происходит достаточно часто есть специальный отдел иммиграционной службы называется HSI Homeland Security Investigations и который этим занимаются они именно агенты которые рассматривают FDNS Fraud Detection National Security отделы которые занимаются именно фиктивными браками политическими убежищами и так далее мы вот недавно слышали о многих кейсах где были адвокаты и другие люди осуждены на основе того что были сделаны проверки это все делается этой секцией которые делают расследование и естественно додушат в конце концов эту информацию до федерального прокурора который возбуждает дело да спасибо большое единственное остается вопрос а если человек просто недоброжелатель какой-то решил на тебя накапать в иммиграционную службу что делать тогда в таких ситуациях насколько можно верить тщательной и профессиональной проверки всех данных именно в иммиграционную службу на того или иного человека вот здесь тоже вопрос возникает у человека Денис возникает возможность себя защищать то есть эту информацию представляют ему говорят у нас есть сведения доноса вас вот чтобы там информации было и показывают но говорят как вы на это реагируете у меня был один случай человека который написал донос на клиента касающийся его брака но этот человек который сделал донос должен был моему клиенту больше 50 тысяч долларов которые он ему не отдавал для того чтобы ему их не отдавать и избежать сюда он попытался попытался сделать донос на этот брак офицер эту информацию предоставил нам на интервью развел моих клиентов по разным комнатам и в течение двух часов проводил интервью убеждающий себя что это брак настоящий но когда невозможно найти черную кошку в черной комнате которая там не существует в конце концов он пояснил почему этот человек на тебя бы написал такую такую адридовку и когда бы клиент пояснил это все было вероятно он предоставил документы то есть мы ожидаем что такое может произойти то есть здесь не то что человеку не дадут возможность объясниться другой вопрос когда объяснения нету когда его просто оно отсутствует тогда у человека серьезная проблема спасибо большое за этот пример еще один вопрос от Артема вот как раз вы говорили о том что будут проблемы например с выездом из страны ну здесь все легально все хорошо человек ждет грин карту заявка уже отправлена и Артем спрашивает что нужно делать так как мне нужно срочно выехать из страны как лучше поступить вот в такой ситуации когда непредвиденное обстоятельство что-то случилось тебе нужно выехать но еще грин карта не пришла по почте возникнули какие-то проблемы и как это сделать срочно во-первых нужно понимать на основе грин карта которая получена на основе чего брака грин карта посоединение семьи политического убежища в любом случае есть вероятность есть возможность подать это инвент пароль или предварительное разрешение на возврат в Америку которое подается используя форму ISO 31 и можно назначить встречу в миграционном офисе локальном предоставить уважительную причину на выезд и попросить emergency инвент пароль и если эта причина будет принята офицером тогда наш зритель может получить штаб в паспорте и разрешение на предварительные выезды въезд который будет только годно в течение этого периода который ему дадут то есть методы есть теперь они используются людьми но я не советую их использовать без консультации с адвокатом потому что если у вас дело скажем текущее на политубежище и вы выезжаете срочно а тем более в страну исходно вы можете не вернуться в насилие всегда есть спасибо большое да но в любом случае тут надо понимать что риск риск есть и нужно каким-то образом свести его к минимуму да спасибо большое конечно же пусть еще люди задают разные вопросы которые касаются иммиграции их действительно много постараемся на них ответить уже в следующий раз спасибо вам огромное Игорь Волошин иммиграционный адвокат был вместе с нами сегодня на ютуб канале бюро как всегда благодарю вас спасибо вам большое и увидимся спасибо Денис до новых встреч ну а я Денис Чередов также благодарю каждого кто смотрит нашу рубрику надо валить напоминаю что здесь на ютуб канале бюро мы также рассказываем о том что на самом деле происходит в Америке не пропустите наш вечерний эфир как обычно по вечерам по Нью-Йорку ну а в любое время вы можете написать нам по адресу который сейчас видите на своих экранах задавайте любые вопросы мы постараемся на них ответить даже если они не касаются иммиграции спасибо вам огромное за лайки спасибо что смотрите увидимся